Тиреотоксикоз это состояние, при котором поступающие в кровь избыточное количество гормонов щитовидной железы оказывает неблагоприятное воздействие на органы и системы всего организма. Тиреотоксикоз это не одно заболевание. Существует несколько причин, приводящих к развитию болезни, наиболее часто встречающейся из которых является болезнь Грейвса-Базедова или диффузионный токсический зуб. Его обнаруживают примерно у 90% заболевших. При тиреотоксикозе происходит либо повышенное образование гормонов щитовидной железы, либо повреждение щитовидной железы и поступление сразу большого количества гормонов в кровь из разрушенных клеток. В первом случае, как например при болезни Грейвса, в организме образуются особые белки, антитела, которые выборочно действуют на клетки щитовидной железы, заставляя ее вырабатывать большое количество гормонов. Во втором случае, например при тиреоидитах, происходит разрушение клеток щитовидной железы за счет воспаления. При этих заболеваниях тиреотоксикоз носит временный приходящий характер. По мере выздоровления функция железы нормализуется. В дальнейшем, если разрушенных клеток оказалось значительное количество, может развиться снижение функциональной активности железы – гипотиреоз. Вне зависимости от природы тиреотоксикоза проявления заболевания сходны. Пациенты жалуются на раздражительность, флаксивость, дрожь в теле, повышенную потливость и плохую переносимость жары, ускоренный пульс, аритмия, повышенное артериальное давление, мышечная слабость, быстрая утомляемость, относится к частым проявлениям заболевания. Многие пациенты отмечают появление боли в животе и послабление стула. Пациенты худеют, несмотря на нормальный, а иногда даже и повышенный аппетит. Примерно у 50% пациентов с болезнью Грейса встречается поражение глаз, офтальмопатия, глаза выступают из орбит, беспокоит сухость глазного яблока, ощущение песка в глазах, иногда двоение. Не всегда проявления заболевания яркие и многообразные. На деле часто приходится сталкиваться с немногочисленными симптомами болезни, особенно в пожилом возрасте. Сердцебиение или нарушение ритма сердца, необъяснимая потеря веса, жидкий стул или повышенный аппетит, раздражительность или депрессия часто бывает единственным признаком заболевания. В некоторых случаях не вся железа, а отдельные ее участки, узлы, начинают бесконтрольно вырабатывать большое количество гормонов. К заболеваниям, при которых встречается подобная ситуация, относится токсическая аденома, узловой коллоидный и многоузловой коллоидный токсический зоб. Диагностика тиреотоксикоза основана на определении уровня тиреоидных гормонов Т3 и Т4, уровень которых будет повышен, и ТТГ, уровень которого будет пониже по механизму обратной связи. Дополнительно проводятся УЗИ щитовидной железы для уточнения размеров железы, скорости кровотока и наличия узлов. Из дополнительных методов исследования применяют сцентиграфию щитовидной железы для определения активности всей ткани железы и отдельных ее участков узлов. Лечение тиреотоксикоза необходимо проводить всегда, вне зависимости от причины, приведшей к его развитию и степени тяжести заболевания. Традиционно наиболее распространенным способом лечения является прием тиреостатиков, препаратов, блокирующих функцию щитовидной железы. Лечение длительное, поддерживающее прием препаратов, может продолжаться до полутора-двух лет, иногда даже дольше. Лечение узловых образований, вырабатывающих повышенное количество тиреоидных гормонов, оперативное. Проверить работу щитовидной железы следует, если вас беспокоит слабость, утомляемость, бессонница, депрессия или повышенная раздражительность, повышение артериального давления, боли в сердце, сердцебиение, нарушение ритма сердца, повышенный аппетит, снижение веса, послабление стула, ломкость волос, ногтей или повышенная потливость, чувство комка в горле, любые нарушения менструального цикла, бесплодие. Берегите себя и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok